Полоса идет на непокрытых лесом участках от 3,5 метров, но мы делаем с запаса где-то около 20 метров. Это в ширину. Длиной минерализованная полоса, что огибает сопку, около 9 километров. Их в Белогорье обновляют каждую осень. Такие барьеры обезопасят от огня не только село. Четыре детских лагеря и шесть турбаз. Опаха на больше 26 километров территории. Чего делать не будут, так это проводить профилактические отжиги. Ввели жесткую меру из-за тушения крупного пала. Неделю назад возле Егоревки в Благовещенском районе сгорело 15 гектаров территории. Все потому, что местный глава распорядился провести профилактический отжиг. Сейчас идет разбирательство дела. Специалисты уверены, в этом году огонь не удержать. Именно поэтому власти просят жителей скашивать траву на самих участках и вокруг. В этом конкретном месте недавно был бурьян с человеческий рост. Убрали специалисты ГСТК. Мы делаем заявки по зеленой растительности в ГСТК, где у нас 5 проблемных мест, где мы не можем сейчас отжечь. И мы просим, чтобы они скосили механизированным способом. На защиту от стихии в этом году муниципалитет выделил 2 миллиона рублей. От чего села и города уберечь не выходит, так это от действий человека. По его вине в прошлом году случилась большая часть пожаров. Поэтому просьба к жителям очень бережно и внимательно отнестись и к имуществу собственному, и к имуществу государственному, и к имуществу соседей. Потому что когда одновременно горит несколько домов, причиной возгорания явился один человек в одном из этих домов, это трагедия. И этого допускать нельзя. Не допустить трагедии поможет элементарное правило – не разводить огонь в принципе. В лучшем случае это грозит штрафом. Штрафы от полутора до двух тысяч рублей. Если введен особый противопожарный режим – до пяти тысяч рублей. С января текущего года любое возгорание фиксируется как пожар. Любое. Даже горение в мусорном баке – это пожар. Насколько ответственно жители областного центра и Благовещенского района подойдут к этому факту, покажет сезон. Власти в ближайшее время проверят готовность к нему в Маховой паде, поселке Аэропорт, Верхнеблаговещенского, Плодопитомника и села Садовое. Анжелика Павлова, Андрей Белый. Программа «Город».